Люди очень часто хотят не столько обсуждать себя с ними, а столько развлекаться. В этом отношении, наверное, наши беседы нетипичны. Да, и, кстати, тут надо сделать опять же ремарку, что если понаблюдать, что по видеоблогам, что по аудиоподкастам и все остальное, если эта тема, скажем так, немножечко серьезна, обычно комментариев минимум. При этом даже может быть немало просмотров, прослушиваний, но комментариев минимум. Люди не знают, что сказать. Если это просто, назовем так, на уровне ха-ха, причем, может быть, тема даже серьезная, но она на уровне ха-ха преподается, там будет довольно-таки бурное количество комментариев. И, соответственно, вот тоже это как раз к теме, насколько люди хотят развлекаться. Придя в интернет, им, ну, по меньшей степени интересно, вот, может, то, что мы сегодня записываем. А больше, может, интересно некое популярное шоу, ну, предположим, очень популярное шоу «Сиськи и письки» шоу, к примеру. Понимаю. Но, тем не менее, пока даже не многочисленные комментарии, которые есть в середине темы, они стоят гораздо больше, чем комментарии многочисленных темы развлекательных. Если реально посмотреть на то, что происходит, особенно в сфере социальных медиа в интернете, они становятся, с одной стороны, способом социальной психотерапии, а с другой стороны, способом социального роста для людей. Наверное, начать надо все-таки с социального роста. Можно сказать о том, что вот для наших сограждан интернет это такая площадка свободных высказываний. Здесь именно, можно сказать, о том, что волнует об острых, злободневных проблемах, в которых официально средства массовой информации молчат. И тем самым можно привлечь внимание многих людей к приятным насущным проблемам. То есть, это наш гайпак. Даже более того, я думаю, что это наш тренажер гражданского общества. Проблема в том, что в отличие от Запада, где люди, необходимость отставания своих прав, гражданскую позицию, не то, чтобы с молоком в матери все это впитывают в детстве, но у них это отчетливо сформировано. У них просто есть некий уже сложившийся стереотип, который уже веками накоплен, годами или нет. То есть, как у нас, как и в материалке, предположим. В культуре общества. Давайте задумаемся, а в России-то что произошло? Ведь те изменения, которые в нашей стране случились на рубеже 90-х годов прошлого века, и приход демократии в нашу страну, на совершенно неподготовленную почву. В том плане, что психологически люди к какой-то там демократии совершенно были не готовы. И до сих пор продолжают в массе своей оставаться таковыми. По исследованиям социологов, только 10% россиян демонстрируют или заявляют, хотя бы декларируют активную гражданскую позицию. А как мы это по-другому в феодальной стране? У нас по-другому никак быть не может, потому что не было развития в другом направлении. То есть, мы перешагнули с одного феодализма совершенно другой в свое время. То есть, с российского имперского просто в советский имперский, не более того. Из страны, в которой было крепостное право, Россия еще в конце 19-го перешла в страну, где оно формально де-факто, то есть де-юре отменено, а де-факто все равно присутствует. И также оно тихо, подспудно продолжало существовать в 20-е годы. Да, потому что абсолютно, особенно очень активно это было, конечно, в 30-40-е годы, если мы возьмем абсолютно крестьянство, 50-е годы, когда просто это были реально крепостные люди. Конечно же. И тогда оказывается, что проблема формирования гражданского общества в нашей стране связана с тем, что нет этого гражданского общества не только во внешней реальности социальной. Этого не психологической реальности, этого гражданского общества существует нет в головах людей. Его надо каким-то образом туда еще положить. Но как это возможно сделать? Во время некоторой деятельности, хотя бы виртуальной обсуждения социально значимых тем, приобщения к ним, в психологии есть такое понятие присутствие. Удивительно оказывается, но многие люди не присутствуют в своей собственной жизни. Психологически недостаточно присутствуют, не осознают в полной мере собственные чувства и мотивы, действительные внутренние причины своих поступков. И повышение степени психологического присутствия, рассматриваемого как рост личности, является рецептом, почти универсальным рецептом, решения разной психологической жизни проблем для людей. В этом плане интернет, особенно блоги и социальные сети, становится инструментом формирования социального присутствия. Соприкасаясь с важными проблемами общественной, обсуждая их, хотя бы в виртуальном пространстве, человек уже демонстрирует социальное присутствие и начинает постепенно понимать, что участие в жизни общества нужно ему, что и решение его личных проблем связано с решением проблем общих социальных. Но кроме этого, надо сказать о том, что интернет, блоги и социальные сети еще способ социальной психотерапии, как мы говорили. Что это значит? В нашем обществе очень много проблем, очень много противоречий, порой даже кажущихся трудно разрешенными, возникающих на таком простом жизненном уровне. Не какие-то высокие эшелоны власти, нет, вот рядовой бюрократ, чиновник, мелкий клерк, который что-то зависит потом, создают для обычного рядового гражданина различные барьеры и трудно решаемые проблемы и вносят в жизнь сображдан массу социальных стрессов. И у людей возникает в огромном количестве ощущений и недовторенности жизни, несправедливости, неправильности устройства социального. Но изменить сегодня они это не в силу. Что же тогда делать? Само по себе обсуждение этих проблем помогает людям сбросить эти эмоции и начать разумно подходить к тем проблемам, которые есть. Думать, а что же сделать-то нужно, чтобы эти проблемы решать? Подзрослеть. Конечно же. И в этом плане, наверное, я думаю, так же происходит взросление. Наверное, это взросление общества целиком. Модель взросления общества образа для подражания. Я надеюсь, что оно так постепенно в нашем обществе будет происходить. Я думаю, это очень хороший итог нашей сегодняшней записи. Попросим только наших слушателей и зрителей прислать свои мысли по этому пункту. Да, и заходите. Либо ко мне на сайт Барк Таффер.ру, либо в Лайя Джорнл господина Санданевска. Добро пожаловать. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok